Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники Директ-Академии, слушатели Директ-Академии! Я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели. Сегодня наш вебинар будет посвящен полезным ресурсам и сервисам для индексации, составления, оформления, библиографических описаний и ссылок. И ведет наш сегодняшний вебинар Татьяна Телегина, наша постоянная ведущая в Директ-Академии. Я хотел бы обратить внимание, что в самом начале нашего чата я разместил несколько полезных ссылок для слушателей Директ-Академии. Самая первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу, страницу расписания. И на этой странице вы можете зарегистрироваться на все наши мероприятия до конца нашего учебного года, до июля месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и на ней, я надеюсь, уже сегодня, ближе к ночи, будет размещена запись и этого вебинара, который уже ведется. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов нашего сайта и на ней вы сможете найти 10 курсов, которые Директ-Академия предлагает для обучения своим слушателям. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Хочу также проанонсировать три следующих наших онлайн-мероприятия. Вот они. Ой, прошу прощения, это у меня другой... удалю сейчас. Это у меня другой списочек попался. Сейчас я скопирую. Вот это список. Следующая... Следующая неделя у нас полная, на ней будет пять вебинаров каждый рабочий день. Первая часть этой недели будет таковой. 18 марта в понедельник. Тоже наша постоянная ведущая Наталья Логачева проведет вебинар «Авторское или чужое? Правильное цитирование. Как не создать плагиат статьи или диссертации?». 19 марта во вторник в 12 часов Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ-Медиа, «Философия новых медиа», представляем новый онлайн-курс. Ну и, наконец, 20 марта в 12 часов Наталья Сметанникова, специалист по чтению, проведет там первый из двух вебинаров, который называется «Чтение девочек и мальчиков с листа и с экрана». Прошу регистрироваться на эти мероприятия прямо сейчас, если они вам интересны. Ну что ж, теперь я передаю слово Татьяне Телегиной и наш сегодняшний вебинар. Да, добрый день, уважаемые друзья, добрый день, Павел Юрьевич, в сегодняшнюю встречу. И по традиции, как всегда, давайте проверим, все ли у нас хорошо, видно ли, слышно, видно ли рабочий стол. Так, плюсики уже пошли в чат, отлично. Презентацию скачать можно, она у вас в ресурсы добавлена, папочка ресурсы и презентацию можно брать. Ага, спасибо. Спасибо, коллеги. Все нормально, идем. Да, даже 4 плюса. Это, наверное, четвертое за настроение. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Итак, сегодня мы с вами поговорим о такой вебинар, обзор у нас будет по полезным ресурсам и сервисам, которые помогают нам сократить время. В первую очередь на составление и оформление библиографических описаний и ссылок. В основном речь пойдет про них. Про индексацию в конце скажу. У нас был отдельный вебинар по индексации УДК, ББК, самостоятельное индексирование статей. И там мы очень подробно разбирали все ресурсы, все сервисы онлайн, которые дают возможность нам самостоятельно проиндексировать свои собственные работы. То, что иногда требуется при подаче статей в издание, самостоятельная индексация. Вот как ее провести, просто я посмотрела предыдущий наш вот этот вебинар, он был полностью посвящен пошагово. Мы там разбирали, как это делается, рассматривали различные ресурсы. Поэтому вот это я оставляю напоследок. И ссылки, они будут, они есть в презентации, поэтому презентацию скачивайте. Сегодня просто поподробнее остановимся на, чтобы не повторяться, остановимся на библиографических описаниях и ссылках, то, что съедает наше время просто катастрофически. А особенно в процессе подготовки статьи к публикации, когда, особенно если это скопусовское издание или, хотят сказать, не дай бог, веб оф сайенс, да, очень большое внимание уделяется оформлению при статейных списках. И приходится работать не только с русскоязычной частью, но и с референсы, с международными стилями оформления. И вот здесь возникают большие потери времени, сил, нервов, энергии, а время, ресурс ограниченный и редкий. Как всегда, все делается в последний момент, и нам его не хватает. И, соответственно, хотелось бы иметь какие-то инструменты под рукой для того, чтобы не тратить на это, ладно, время, силы и нервы. И так в состоянии стресса пребываем. Вот поэтому сегодня мы с вами посмотрим те инструменты, которые нам проведем, такой небольшой обзор. И в конце я сделаю такую небольшую сравнительную табличку, как бы подведение итогов, сравнение различных ресурсов. Ее можно дополнять, но основные какие-то критерии, которые мы будем рассматривать в процессе вебинара, они будут суммированы в одном из последних слайдов. И по инструментам, чтобы не откладывать надолго, сразу к ним и перейдем. Оформление ссылок и описаний, все инструменты, все ресурсы можно разделить условно на две большие группы. Это библиотечные менеджеры и такие герои-одиночки, отдельные генераторы описаний и ссылок, которые нам помогают сократить время на подготовку наших описаний для списков источников и для оформления ссылок, в том числе и для списков предстательной библиографии. И первая большая категория, вот про нее мы сегодня и с нее сегодня, пожалуй, начнем. Про одиночные ресурсы мы тоже касались, говорили на предыдущих вебинарах, а вот библиотечные менеджеры мы немножко так обходили стороной. Поэтому сегодня им первое и главное внимание, наверное, что это такое и для чего они существуют. Но самый, наверное, знакомый пример, самый такой известный из библиотечных менеджеров – это Менделей. Кстати, коллеги, кто пользуется… Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кто пользуется Менделей в своей работе? Ну вот постоянно, не один раз заглянуть, надо познакомиться, что это такое, а кто использует их? Угу. Какая тишина. Светлана Владимировна поставила плюсик. Из более чем ста человек больше плюсиков что-то не видно. Ага, Елена Николаевна, нет. Так, вопрос на засыпку, да? Ага. Ага. Отлично. Тогда посмотрим, что это за программа. Я расскажу поподробнее о нескольких библиотечных менеджерах для того, чтобы, принимая решение, чем пользоваться. Ну, кто пользуется, молодцы, замечательно, выбор свой сделали, но посмотрим еще и другие виды, может быть, что-то для себя еще подберете. Ну и прежде чем, так как большинство библиотечных менеджеров, это программы, которые необходимо скачивать и устанавливать у себя на компьютере, поэтому лучше сегодня посмотрим, для того, чтобы определиться, чего скачивать, чего устанавливать и с чего начинать свое знакомство с этими системами. Значит, что это такое? Это программы, которые дают нам, во-первых, возможность решать задачи поиска, накопления, организации такой системы хранения библиографической, гипертекстовой информации о документах, полнотекстовых документов, статей. Формировать библиографические списки, используя различные стили для оформления, оформлять письменные работы. И по большому счету это создание такой индивидуальной информационной базы, мало того, индивидуальной библиотеки, но еще и за счет того, что сейчас все библиотечные менеджеры расширяют свой функционал, включая туда дополнительные опции по организации взаимодействия, совместной подготовке документов, такой элемент Вики, совместной работы с документами. Не надо уже открывать, создавать дополнительно документы в Google и Вики. Здесь эти возможности есть. Работать командами, обмениваться, социальное взаимодействие в научно-образовательной исследовательской среде. Одни эти возможности сейчас практически все библиотечные менеджеры предоставляют. Поэтому можно говорить о том, что они дают возможность создания уже индивидуальной базы знаний. И на сегодняшний день таких программ, больше всего мы знакомы с Менделеем, как-то чаще звучит. На самом деле таких программ больше 30. Они различаются по цене, по функционалу, по совместимости с операционными системами. Поэтому прежде чем что-то устанавливать, на это, пожалуйста, обращайте внимание. Коллеги, слышно ли? А то в чате смотрю, есть от слушателя, что нет звука. Павел Юрьевич говорит, что звук есть, коллеги, отлично, значит, не с моей стороны. Проверяйте настройки, что-то, видимо, там. Прошу прощения. Очень обидно, когда половину вебинара проговоришь, а потом оказывается, что звука нет. Это очень ужасно. И поэтому немножко отвлекаюсь на такие. Не очень хорошо слышно. Сейчас попробуем увеличить. Может быть, получится получше. Отлично. Так вот, совместимость с операционной системой. Прежде чем что-то устанавливать, обязательно читайте всегда требования к операционной системе. Работает ли эта программа под Windows, под Mac, либо под Linux, в зависимости от того, что стоит у вас на компьютере. То есть, есть ли это совместимый ли тот менеджер, который вы хотите установить, с вашей операционной системой. Иначе он просто работать не будет и не установится у вас. Некоторые из библиотечных менеджеров известны очень давно. Еще в начале 80-х годов компания Sony Software был разработан такой библиотечный менеджер Bookends. В 83-й год. Ну и, в общем-то, с него как бы отсчет и идет. В 84-м году компания, разработчик Thomas Reuters выпускает References Manager. И в 88-м той же компании выпускается EndNote, известный достаточно библиоменеджер, с которым мы сегодня тоже познакомились. Вышла уже девятая версия. В простонаречии называемый енотом. Ну, потому что EndNote произносить гораздо проще. И среди самых известных библиотечных менеджеров, помимо Менделея, EndNote, есть еще Zotera, Biblioescape, Biblioexpress. Сайтееви очень интересный библиоменеджер, но менее известный. Из отечественных был такой библиомастер. Почему был? Потому что на данный момент, ну, скачать еще, может быть, и можно, но проблемы с запуском и проблемы с обновлением. То есть он не поддерживается сейчас. И ряд еще библиоменеджеров, которые мы сегодня посмотрим. А, Biptex, конечно. И Менделей. Менделей разработана компанией Elsevier. Та самая, которая Scopus. Это средство для сбора и каталогизации научных статей с последующей подготовкой при статейных списках. Позволяет организовать, и вообще существует как такая научная социальная сеть, и позволяет организовать свою персональную научную библиотеку. Плюс есть возможности совместной работы над статьями, что очень важно, если мы пишем статьи в соавторстве, а, как правило, в App of Science и в Scopus мы по понятным причинам чаще всего пишем статьи в соавторстве. И вот эта вот возможность, это, конечно, очень сильный плюс. Ну, находить единомышленников и изучать современные тренды, это все есть в Менделее. Существует он с 2008 года, активно развивается, и на данный момент у него уже более 400 миллионов уникальных статей и где-то около 6 миллионов пользователей. Доступ бесплатный для индивидуальных пользователей. Существует в виде приложений, которые работают и под Windows, и под Mac. И в виде онлайн-приложения он может использоваться для всех современных браузеров. Есть мобильные приложения в App Store для айфонов и айпадов, и также мобильные приложения для устройств на андроиде. Что позволяет сделать Менделее? Вот, кстати, на слайде, специально вывела этот слайд, есть очень хороший плюс, такой онлайн-учебник, подсказки, что делать, с чего начинать, как только вы регистрируетесь, как только вы заводите свой аккаунт, а это необходимо сделать, только после этого открывается доступ. И прежде чем начинать работу, вот такой онлайн-подсказчик, он здесь есть, проводник. Из минусов. Не русифицированная версия, то есть интерфейс вроде бы интуитивно понятный, но русификации нет, поэтому это может быть и минус, а может быть и плюс. Перевести сайт, в принципе, сейчас тоже не проблема. Что можно делать с помощью Менделея? Собирать статьи, управлять хранением собственной библиотеки, создавать свою электронную научную библиотеку. Можно читать, аннотировать статьи, которые размещены в своей библиотеке с домашнего компьютера, в том числе и с мобильного приложения. Возможность совместной работы над статьями, возможность создавать открытые и закрытые группы. Возможно для совместной работы и для организации учебного процесса. Этот элемент тоже можно рассматривать, как организация работы со студентами или аспирантами. Можно создать свой собственный профиль в сети и публиковать результаты своих исследований для научного сообщества. Вот мы с вами говорили, когда касались вопросов издания, публикации о архивах, о репозиториях, куда можно размещать свои неопубликованные работы, либо результаты своих исследований для ознакомления научного сообщества. Вот Менделей тоже такую же возможность предоставляет. Искать интересующие научные статьи, получать рекомендации, это все в сети Менделей можно делать. Ну и то, что нас интересует в первую очередь, это формировать ссылки и пристатейную литературу. Есть большое количество встроенных стилей, около, по-моему, 7 тысяч, и они постоянно пополняются. И важный плюс, есть возможность создать свой собственный пользовательский стиль, добавление своего пользовательского стиля. Но, если посмотреть руководство, есть встроенный модуль цитирования, в котором можно познакомиться, цитирование и стилей цитирования, в котором можно познакомиться со всеми имеющимися стилями. Но по умолчанию там стоят три стиля, APA, MLA и Гарвард. Остальные нужно устанавливать, нужно добавлять, выбирая из списка. Стиль, то, что нас интересует в первую очередь, с точки зрения отечественных стилей. Западными все понятно, работает нормально, работает хорошо. Для наших отечественных ГОСТ 2008, оформление ссылок, установить в Менделей можно, его там нет, но устанавливается через меню Get More Styles. И поисковое слово ГОСТ, вот этот скриншот я вам здесь как раз привожу. И устанавливаем нужный нам стиль, нужный нам стандарт. Но есть свои особенности, которые могут повлечь неприятности при работе с такими добавленными стилями. Например, вот с тем же ГОСТом, который мы установили. Одиннадцатый также можно добавлять туда, опять же, добавление своего пользовательского стиля. Особенно при работе с неопубликованными документами и при работе с так называемыми экзотическими документами сложности могут возникать. И это в руководствах по использованию Менделей обычно и указывается. Например, припринты, отчеты, материалы исследований рекомендуется даже сохранять в базе то, что относится к разряду неопубликованных документов. Припринты не как working paper, а как репорт. Иначе будут возникать проблемы. И если необходимо указывать информацию об организации издающей документ, вот то, что мы приводим в сведениях об ответственности, институт и так далее, использовать не поле institution, а поле publisher при составлении описания. Иначе в библиографию это попадать не будет. И еще из недостатков Менделея можно редактировать вручную как библиографию, так и отдельные ссылки, проверять, вносить необходимые дополнения. Но при следующем обновлении библиографии все эти правки потеряются. Поэтому вот такие окончательные косметические правки рекомендуется делать только в готовом отчете, в ВОРТе, когда работаем. Иначе все, что вы направили, у вас просто пропадет. И необходимость проверять. Необходимость проверять библиографический список, особенно неопубликованных и экзотических работ, такие как стандарты, законодательные акты, свидетельства о регистрации, электронные ресурсы, все, что не относится к книгам и статьям. С ними очень часто бывают проблемы. При финальной работе над ссылками и библиографией рекомендуется вносить исправление вручную, то есть сверяться с ГОСТами еще раз, уже не с тем шаблоном, который мы внесли, потому что его все равно нужно настраивать, а с реально существующими ГОСТами. И тогда уже вносить правки вручную. Ничего другого не остается. То есть это вот можно отнести к минусам. Но с западными стилями, с международными стилями оформления он работает очень корректно. Краткая регистрация Менделей для тех, кого заинтересовала. Я сейчас ссылочку прям в чат вам скину. Вот она есть, это официальный сайт. И краткое руководство по работе с этим библиоменеджером тоже вам кидаю вот сюда в сайт. Необходимость ручной правки и доработки после работы, после автоматического создания ссылок, это встречается практически в каждом руководстве по работе с этой системой. Вот последнее, что мне попалось, это не ОВШ. Прямо вот выделено жирным шрифтом. Необходимость доработки списка вручную, проверки, перепроверки, то, что касается отечественного ГОСТа. Ага, Евгения Юрьевна, нам делится радостью, нам прислали новый ГОСТ. Ага, отлично, поздравляем. Спасибо большое за ссылку. Это, да, новый ГОСТ, который 2018, который вводится в действие с 1 июля. Я думаю, что поближе к этому времени мы подумаем и тоже сделаем отдельный вебинар, наверное, на эту тему. Ну, просто тогда во вкладочку «Вопросы». Если нужен такой вебинар, вы мне во вкладочку «Вопросы», пожалуйста, напишите. Там просто цифры 2018. Да, я буду знать, что есть запрос на такой вебинар. И просто разберем все плюсы и минусы. Только не сюда, Полина Владимировна, а вот, да, во вкладочку «Вопросы». Ага, спасибо. Из минусов. Какие еще есть минусы в Менделее, что нужно знать перед тем, как его устанавливать? Во-первых, поиск литературы. Все прекрасно и замечательно, но с русскоязычными источниками он не работает. Готовьтесь вносить их вручную. То есть в систему их придется вносить ручками. Даже десктопная версия этого библиоменеджера требует подключения к интернету. Нет офлайна режима. Интернет обязательно нужен. Поэтому, если у вас проблемы с интернетом, подумайте, как вы будете с ним работать. Установить-то можно. Еще необходимо регистрироваться, заводить свой аккаунт и работать только через него. Иначе он не работает. То есть такого быстрого онлайн-генерирования списка с помощью Менделе сделать нельзя. Если еще один нюанс. Если в вашем документе ссылок больше, чем на 100 источников литературы, и вы внесли правку, добавили еще один источник, открыли для редактирования ссылку, то начинается притормаживание Word. Начинает подвисать. Возможности бесплатного аккаунта ограничены. Кстати, о бесплатности. Программа для индивидуальных пользователей бесплатна, но некоторые опции и некоторый функционал, дополнительные расширяющие возможности менеджера, они уже идут за дополнительную плату. Поэтому для бесплатного аккаунта, можно сказать, такой условно-бесплатный доступ. Ограничен объем хранения полнотекстовых версий статей, количество рабочих групп для совместной работы и количество участников этих групп. Ну, в общем-то, подобные правила, они существуют во многих программах, не только в библиоменеджерах. Поэтому есть такой небольшой лайфхак. Не привязывать PDF-файлы ко всем статьям, с которыми работаете, хранить их отдельно, и тогда бесплатным аккаунтом расширяем возможности его использования. Требует скачивания, помимо регистрации. Необходимо скачать софт, и необходимо для того, чтобы он корректно работал, установить дополнительные плагины. Тот же самый модуль цитирования, например. Хорошо ли это или нет, ну, это вопрос. Любой... Вообще я не сторонник закачивания на собственный компьютер каких-то установки дополнительных плагинов к существующим программам, потому что это все, ну, как парус на автомобиле. Может затруднять езду. Да, то есть обязательно, как только мы что-то закачиваем, и смотрите тоже на возможности своего компьютера, прежде чем устанавливать какой-либо из менеджеров. Все они требуют места, все они занимают пространство, все они занимают память, и могут начинаться проблемы с подвисанием, с долгим открыванием страниц, с подвисанием интернета. На самом деле они просто забирают наши ресурсы на себя и могут тормозить, замедлять быстродействие компьютера, тормозить работу нашего компьютера. Поэтому прежде чем что-то установить, или посоветуйтесь с программистами, с обменами, с людьми, знающими, не будет ли это, не принесет ли это больше вреда, чем польза. Еще один из библиоменеджеров, о котором хотелось бы сегодня вам показать и рассказать, это EndNote, вот тот самый E-Note. Это разработка Clay Riot Analytics, раньше это было подразделение Thomas Reuters. Вышла девятая версия, вот она уже есть на сайте, ее можно скачивать. Это программное обеспечение для управления ссылками, форматирование библиографии и дает очень много преимуществ работы с этим библиоменеджером. Вот эти преимущества указаны здесь, но опять же тот же самый недостаток, что у Менделея и у большинства библиоменеджеров, если не у всех. Англоязычный интерфейс, то есть нерусифицированная версия. Хотя он позволяет очень активно работать с PDF-файлами, из плюсов, примерно все те же возможности, что есть в Менделею, есть и здесь, но здесь есть еще несколько таких приятных моментов. Можно делиться библиотекой или при организации групповой совместной работы и устанавливать различные уровни доступа к своей библиотеке. То есть вы можете поделиться полностью, а можете предоставить доступ только для записи или только для чтения. То есть разный уровень доступа, это, конечно, уже интересно. Читайте, читайте, а новые туда, пожалуйста, не уносите. Создание списка литературы, обеспечение библиографической точности, очень большой выбор различных стилей оформления, причем в привязке к разным изданиям. Вот это то, что в EndNote такое приятное дополнение есть. Есть возможность отслеживания изменений участников одной команды, одной группы, если мы работаем совместно, организация совместной работы, и можно просматривать их активность в общей библиотеке. То есть если вы используете это при организации учебного процесса, например, можно использовать, отслеживать активность участников команды, участников группы, почему бы и нет. Ну, как возможность можно рассматривать. Еще доступ есть и с рабочего стола, и через интернет есть приложение для iPad. Есть возможность выставлять ссылки, давать ссылки на первые источники, форматировать, и создавать библиографические списки, работая в текстовом редакторе Word. Для этого существует дополнительный модуль. Вот опять же мы говорим о настройках. О настройках дополнительного модуля. Его нужно подключать, когда мы устанавливаем EndNote на свой компьютер. Проследить, чтобы этот модуль у вас был подключен. SiteWileUWrite. Вот он требует скачивания и дополнительной установки. Но тогда мы можем спокойно работать, не выходя из Word. Работать с оформлением своих ссылок. Еще одно милое дополнение, которое есть в EndNote, очень хорошая функция, это поисковик стилей. В EndNote, так же как и в Менделе, более 6000 стилей. И этот поисковик позволяет найти стиль, которым пользуется то или иное издание. Но опять же, в основном не русифицированное издание, не отечественное издание, а западное. Но если мы планируем публиковаться в каком-то конкретном западном журнале, вот через EndNote можно найти ровно тот стиль, который требуется в этом издании. Но вы знаете, что единых требований, даже гарвардский стиль, он может в разных изданиях, требования могут отличаться. Нюансы могут быть различные. Поэтому вот этот вот поисковик, это очень хорошая вещь. Вот он работает онлайн, доступен онлайн и без регистрации. Ему спокойно можно воспользоваться. Так, сейчас я вам эту ссылочку прям даже в чат кину, чтобы можно было ее отсюда забрать. Вот этот прям доступ на этот поисковик. Ну, вот смотрите, очень просто. Здесь можно вводить ключевое слово, можно его не вводить, просто заполнить вот эти два поля. Citation style, что нам нужно, какой формат ссылки, автор дата, либо это сноска, либо что мы оформляем. Там целый список. И паблишер, выбираем тот стиль, который нас интересует. Чикаго, Турабиан, МЛА, Гарвард, что-то еще, что-то совсем экзотическое. И дальше выбираем search. Он выдает нам список тех изданий, которые основаны на этом стиле. Чьи стили основаны на этом стиле. И дальше смотрим... Так, сейчас попробую взять, это что это, карандашик или нет. И дальше мы смотрим, что нам нужно. Вот. Либо сноска, либо формат автор дата, что принято здесь. Ну, дата обновления. И можно этот стиль посмотреть и загрузить. И ему уже пользоваться. Что еще есть хорошего здесь? Отечественные, конечно же, наши родные стандарты присутствуют ли? Да, присутствует. Присутствует только 2008. Но для оформления ссылок вот он есть. Вводим сюда просто Russian Standard. И вот он его нам выдает. И вот это, конечно, большой плюс. Можно найти те необходимые стили оформления, шаблоны, которые уже заточены под конкретные издания. Шаблон для ГОСТа 2008, как мы убедились, он есть. Но он требует настройки. Вот это опять минус, который всплывает с западными стилями, с международными стилями. Все хорошо. Здесь у нас опять беда. Если посмотреть форумы аспирантов, магистрантов, просто пестрят криками о помощи, как настроить. В EndNote делятся хаками. Но, опять же, здесь требуются навыки либо программирования, знать чего, куда и как сделать. А вот для ГОСТа 2011 шаблонов вообще здесь нет в EndNote. И приходится либо делать ручками, либо настраивать, либо прописывать этот плагин, либо, опять же, порыскать по форумам, найти, где кто чего подпилил, заточил и поделился. Но, опять же, настройка пользовательских, добавлять можно, свои пользовательские стили добавлять можно, но, опять же, здесь возникает проблема. Если учесть, что этим допиливанием занимаются в основном сами аспиранты, магистранты, то можете сами представить качество этих разработок, даже если мы их найдем. Иногда даже разницы между ГОСТ 2003 и 2008 не все из них видят. Иногда попадалось мне несколько раз такое выражение, что 2008-й это преемник 2003-го. То есть сначала был 2003 год ГОСТ, а потом вот вместо него ввели 2008-й. То есть вплоть до такого доходит. Ну, понятно, что ошибки будут, поэтому практически во всех библиоменеджерах, если мы оформляем, подбираем шаблоны для наших отечественных ГОСТов, перепроверять вручную все равно приходится. И вот оно, необходимость знать основу библиографических описаний, потому что иначе мы даже и перепроверить не сможем, и настроить не сможем. Из плюсов, что еще есть хорошего в EndNote, есть программа платная, но есть 30-дневный пробный период. И также требуется, как для Менделея, подключение к интернету для использования приложений. Еще один конкурент Менделея, это Zotero. Еще один библиографический менеджер. Все те же самые возможности он дает. Но вот эта программа уже принципиально бесплатная. Это проект с открытым исходным кодом. Есть не очень приятный, благодаря этому нюанс, бесплатное онлайн-хранилище ограничено размером 300 мегабайт. Ну, это где-то около 500 статей туда можно загрузить. Ну, конечно, может быть, нам этого и вполне достаточно и хватит. Но если заниматься серьезной работой, и вы предполагаете, что у вас будет огромнейший объем источников, то, конечно, вот здесь могут возникнуть проблемы. Нет, ну, конечно, локально можно хранить сколько угодно, кстати, вот плюс. Но если будем пытаться все это синхронизировать в онлайн, организовать совместную работу и так далее, то либо не хранить большой объем, либо доплачивайте дополнительные мегабайты. Ну, опять же, хитрые пользователи нашли обходной маневр. В онлайн-хранилище Zotera хранить только библиографические описания, а сами полные тексты статей выносить в облако. Да, и таким образом мы обеспечиваем себе возможность работать с большим количеством документов и при этом не нарушаем правила использования этого ресурса. Zotera существует в двух версиях, в двух вариантах. Либо в качестве отдельной программы локальной и как надстройка для Firefox. Вот здесь есть привязка, хоть эта платформа и эта программа кроссплатформена, но настраивается она в основном заточена под браузер Firefox. При этом можно устанавливать оба варианта параллельно, и это бывает очень удобно. Firefox, Zotera Firefox для поиска и экспорта статей. А локальная версия, она называется стендалом, для удобства работы исключительно с литературой в полноэкранном режиме, уже на своем локальном компьютере, в локальном формате. И настраиваются обе версии одинаково, и тоже есть такой небольшой хак. Если сначала настроить стендалом, то есть локальную версию, то при настройке Zotera Firefox появится опция импортировать настройки. И все, что у вас было уже однажды установлено, просто через импорт вы эти настройки импортируете. Это удобно, сокращаем время на настройку. Под Linux говорят, что работает хорошо, не знаю, не пробовала. Оно под Firefox работало хорошо, пока у меня не умер Firefox. Есть еще одна приятная вещь, которая есть в этом библиоменеджере. Вот как раз для быстрой генерации и составления библиографических описаний. Называется Zotera Bip. Вот если зайти на сам сайт Zotera, вот здесь прям маленьким, правда, шрифтом предлагается попробовать вот эту возможность Zotera Bip. Это такой генератор и поисковик библиографических описаний. Очень хорошо ищет по DOE или по URL. Ну, все, что можно вводить, вот здесь мы в поле видим. И SBN, и название статьи, все это можно вводить. Но вот по DOE и по URL ищет просто великолепно. Минус, кстати, сразу. Пользовательские поля в этот библиоменеджер, пользовательские стили в этот библиоменеджер добавлять нельзя. Такой возможности нет. А вот как работает вот этот генератор, это прям можно посмотреть. Вот, например, я ввела DOE, и он мне тут же автоматически сгенерировал описание этой статьи. Расширенный вариант выглядит вот так. Само описание, и вот дальше, видите, пошла библиография. Он указывает, в каком стиле выполнено вот это описание. По какому стилю. Стиль можно менять. И сам результат, он будет меняться в зависимости от того, какой стиль мы выбираем. Но здесь по умолчанию MLA 8 стоит. Если мы поменяем, при клике на значок справа, на стрелочку, открывается целый список. Вот все эти почти 6 тысяч с лишним, если не больше, стилей они есть. Для удобства поиска можно вводить первые слова в поисковую строку. И вот из русских ГОСТов он сразу нашел три варианта. ГОСТ 2008 можно добавлять, и он автоматически переделывает описание под тот формат, который нам нужен. Вот я выбираю ГОСТ 2008 Россия, стандартный. Ну вот, обратите внимание, что он мне выдал. Не совсем, вроде бы, корректная вещь. Пришлось поэкспериментировать, выбрать ГОСТ намерик. И вот здесь уже описание более-менее корректно. Вывелось корректно. Значит, когда выбираете, это тоже есть особенность такая в шаблонах отечественных ГОСТов в библиоменеджерах, а практически все библиоменеджеры, они зарубежные, поэтому с нашими ГОСТами они не очень дружат. И здесь приходится очень тщательно выбирать. Вот как я вам показала, вот этих ГОСТ 2008, там было аж три вида. Важно выбрать правильный. Обращать внимание на то, что написано в скобках после нумерации, после года. Это обозначение систематизации структуры, вернее, в каком виде будет сформирована ссылка. Есть автор дата. Вот когда нам требуется описание по формату автор дата, тогда мы выбираем там, где написано в скобках автор дата. Намерик – это по порядку появления цитаты в тексте. Вот то, что чаще всего у нас требуется при оформлении статей для референсис русскоязычных изданий, русскоязычных изданий для оформления русскоязычного списка. Выбирайте намерик. Вот он более корректно работает. Это уже так методом научного тыка. Проверила разные варианты. Более корректно выводит, дает более корректное описание и оформление ссылки. Ну и вот та статья, которая была у нас здесь приведена в качестве примера, ее описание, источник, по тому же ДОИ, найденный в сети интернет. Можете сами потом проверить, презентацию скачать, насколько корректно работает вот этот вот поисковик и генератор. регистрации не требуется для того, чтобы им воспользоваться. Работает в режиме онлайн достаточно быстро и очень здорово. Очень много различных экзотических даже стилей. Там какие-то египетские, арабские, японские, корейские издания и журналы. И не только те восемь стандартных международных стилей, но и стиле отдельных изданий, издательств. Вот это, конечно, плюс. То, что есть в Зотера. Что еще у него есть? У него есть ничего лишнего, нет. Дополнительных каких-то ненужных функций, как правило, в нем не присутствует. Он удобен в использовании. Интерфейс хоть и англоязычный, но достаточно удобный. В основном он разрабатывался и затачивался как библиографический менеджер. Поэтому вот эти все генераторы у него работают хорошо, корректно. Ну, в зависимости, конечно, кроме русского, кроме русских стилей оформления. Работа с заметками не очень удобна. В Менделею все-таки поудобнее. И в Зотера, в отличие от предыдущих библиоменеджеров, синхронизацию сервера можно просто отключать. То есть в локальном варианте можно работать. Ну, тогда, конечно, у нас генератор вот этот работать не будет. И еще один из... Ну, это вот самые популярные, наверное, три библиоменеджера. И еще один библиоменеджер, который я вам хочу показать, он не очень известен, не очень популярен. Вот, коллеги, мне просто даже интересно, кто-нибудь пользуется с вот этим библиотечным менеджером с ITV. Если пользуетесь, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Просто интересно будет узнать ваше мнение о возможностях. И пошли минусики. Ага, не врут, не врут на форумах, когда говорят, что не все знают про этот библиотечный менеджер. Значит, сайт Эви. Это библиографический менеджер, библиотечный менеджер и органайзер знаний для Майкрософт. Вот он заточен под Майкрософт. Сначала он был разработан, разработка, по-моему, 95-го или 94-го года германским университетом. А потом уже дорабатывался швейцарской компанией. И широкое распространение он получил сначала в Германии, потом в Швейцарии, а потом уже расходится по миру. И в этих странах он используется в большей части университетов. То есть он изначально родился как университетский такой ресурс и в основном заточен под университетом. Может быть, это даже ближе нам. В 2013 году вышла четвертая версия. Там добавилось, помимо немецкого и английского, еще французский, итальянский, польский, португальский, испанский языки. Каждые 2-3 года у него выходили обновления версий. В 2015 году. И вот последняя, шестая версия, вышла 20 февраля 2018 года. То есть вот самая-самая свеженькая, наверное. И основные преимущества этого менеджера это наличие облачных проектов и расширенные возможности для совместной работы. Если посмотреть по отзывам, очень хорошие возможности он дает именно для такой организации проектной деятельности студентов, организации совместной работы в плане проведения исследований, не только написания статей, но и подготовки письменных документов. То есть кто занимается проектным обучением, мы рекомендую присмотреться к этому ресурсу. Есть три версии. Опять же, условно платные. Есть сайтеви Free, For Windows, вторая версия, и третья DB Server. Free – это бесплатная версия. Без использования лицензионного ключа есть возможность работы в группах. Но есть и ограничения. Не более 100 библиографических записей в одном проекте. И количество проектов не ограничено, и других ограничений, в принципе, здесь нет. То есть единственное ограничение – это по количеству библиографических записей в одном проекте. Но можно создавать разные проекты, и, соответственно, в каждом из них будет по 100 библиографических записей. Хаки мы всегда найдем, как обойти различные ограничения. Платная версия сайтеви для Windows, для личного использования и использования в небольших группах. Проекты сохраняются в качестве файла на личном компьютере или общем сетевом диске. И, наконец, третья версия, For Server – это платная версия для групповых проектов. Проекты базируются в локальной сети сети Интранет или устанавливаются дополнительные, установленные на сервере Microsoft облачной платформе. Есть и в этом формате, есть возможность работать большими и очень большими группами. Ну так, в рамках ВУЗа, наверное. Для небольших коллективов, для небольших групп фри-версия вполне даже подойдет. Он помогает организовать деятельность по трем направлениям. Это и составление каталога книг, это упорядочивание цитат, мыслей, набросков, идей по тому или иному проекту, и есть возможность планирования задач. То есть мы видим уже расширение функций от простой генерации библиографических описаний до вот такого почти проектного управления знаниями. Позволяет вставлять библиографические ссылки и цитаты из Microsoft Word, ряда редакторов текст, и автоматически создает список, так ближе к нашей теме, список библиографических ссылок для всех использованных источников документа. есть встроенные стили. Для создания и редактирования стилей используется менеджер стилей, и весь процесс там осуществляется в таком визуальном редакторе, просто перетаскивая блоки. Элементы библиографической записи их можно перетаскивать, формировать, редактировать форму их отображения, и процесс редактирования можно контролировать с помощью предварительного просмотра. Но это тоже очень удобно. Краткие библиографические ссылки и цитаты из Citevi напрямую могут обрабатываться в самом тексте документа, и при этом выходить из программы Word не требуется. Вот для этого есть дополнительное расширение, которое необходимо установить это. Называется оно вот так. Это расширение для Citevi. Но Word не ниже 10. 365, да, и не ниже 10 Word. При этом список литературы будет автоматически изменяться и расти с написанием текста самого документа. Поэтому вот эта вот последующая обработка списка источников, она отпадает. Все это делается автоматически. Бесплатная версия имеет, как я уже сказала, ограничение по количеству записей. Количество заметок при этом не ограничивается. И в случае превышения этого лимита баз данных становится доступной только для чтения. Работать с ней уже невозможно. Но вот самих баз данных можно создавать неограниченное количество в каждой по 100 записей, не больше. Ну, то есть можно как-то выйти из этой ситуации. Полная лицензия для персонального использования где-то около 80, по-моему, или 100 евро. Но прежде чем пробовать платную, хорошо бы попробовать и бесплатный вариант. Скачать его можно. Опять же, интерфейс англоязычный, но есть возможность установки и наших ГОСТов. Причем и 8 ГОСТа, и 2003. Но опять же, так как это зарубежный библиоменеджер, то проблема с доработкой шаблонов никуда не девается. Проблема с доработкой шаблонов здесь остается. Поэтому вставить можно, вставить, выбрать этот стиль, как это делается. Сейчас я вам скину для тех, кто заинтересовался и захочет попробовать. Сначала почитать краткое руководство. Нашла такое очень неплохое краткое руководство в картинках, такой комикс, откуда и взят этот сайт. Ссылка на слайде есть, но еще раз, на всякий случай, бросаю вам ее в чат, чтобы можно было зайти и посмотреть. И плюс на самом сайте посмотрите все требования, все возможности, которые дает эта программа. Рекомендую присмотреться. Это один из новых и активно развивающихся библиоменеджеров, про которые еще, в отличие от Менделея или Энднота, знают не все. Но вот достройка, допиливание требуется этих ГОСТов. И вот на форумах, опять же, вам привожу пример, вплоть до того, что знаки предписанной пунктуации не всегда здесь соблюдаются. Поэтому приходится это руками доделывать. Но такие вот минусы практически у всех менеджеров, в библиотечных менеджерах они есть. Еще из библиотечных менеджеров часто встречающийся это Biblioscape и его брат-близнец. Это платная версия Biblioscape и Библиоэкспресс. Бесплатная версия этой же самой программы. Библиоэкспрессом пользоваться не рекомендую. Очень старомодный интерфейс. очень неудобный. И в основном потребности пользователей даже самой ограниченной потребности не удовлетворяет. Видимо, потому что бесплатно. Biblioscape по отзывам очень неплохая программа. Есть свои минусы, их много. но пугают цены. Платная слишком уж. То есть за версию в стиле Light сразу просят 80 долларов. А полная версия там около 700 или 800 долларов. Ну, тоже не очень хорошо. Хотя многие варианты, многие преимущества в этой программе есть. Это возможность организовать библиотеку по папкам и использование большого количества стилей оформления. Но опять же слишком уж высокая цена. Она останавливает. Что еще можно, какие еще библиоменеджеры можно использовать? JAPREF BIPTEX Да, можно, но опять же очень-очень осторожно. В BIPTEX он заточен под редакторскую настольную программу. LATEX или TEX вот в них он входит дистрибутивом. входит в их состав и существует еще вот отдельная версия. Основные преимущества, что BIPTEX дает автоматическая генерация списка литературы по всем источникам, по всем ссылкам, которые упоминаются в тексте. Есть возможность создания и использования единой библиографической базы, возможность обмена библиографическими базами с другими пользователями и автоматическое оформление библиографии. Но опять же, генератор не работает. Вот я вам даже попробовала. Есть конвертер, есть генератор, но к сожалению, сейчас он не работает. То есть версия в онлайн-доступе, она для нас недоступна. Увы, приходится, придется его скачивать, но и он будет уместен в том случае, если вы пользуетесь редакторскими программами Латекс или Текс, такой настольный редактор. Имеет ли это смысл, если мы не занимаемся постоянно подготовкой публикаций? Еще вопрос. Нужно ли это? Если нужно, то такое расширение есть. Дополнение. ДжеПРЕФ это система управления библиографической информацией, тоже связана с биптексом, и это такой интерфейс для редактирования файлов биптекса. То есть они взаимосвязаны между собой. Викинс, третий еще из библиоменеджеров, это программа для работы с библиографией и цитатами и система для авторской работы над статьями. Эта программа позволяет использовать неограниченное количество файлов каждому ресурсу, создавать каталог ресурсов, разделять его по ключевым словам, по категориям. И, наверное, наиболее большое преимущество, наиболее сильное преимущество программы доступно бесплатно. Но, опять же, поддержки и обновлений в принципе давно в этой программе не было. Так же, как в библиоскейпе обновления и поддержка практически прекращены. Здесь тоже, по-моему, не очень часто ведется, но может быть использовано именно как такой библиографический менеджер. но, опять же, недаром вывожу вам этот слайд. Вот над этой бесплатной версией работала целая команда программистов, целая команда разработчиков. Это не силами одного-двух человек. Именно может быть именно поэтому отечественных программ библиоменеджеров у нас практически не существует. Был библиомастер, раньше он назывался сайт-мастер, но он был как раз заточен под наши отечественные ГОСТы 2003-2008, но результат выдавал очень некорректно, то есть требовалась большая доработка. Но разработки дальнейшей не последовало, ресурс вроде бы где-то есть, скачать можно, но потом начинаются проблемы с поиском ключей, как его запустить, скачать это еще полдела, работать он вряд ли будет, если только какую-нибудь пиратскую версию не установить. Но и то работает с большими трудностями. Вот видимо не хватило усилий и на общественных началах далеко все-таки действительно уехать очень сложно. Это очень большая кропотливая работа, видимо до конца он так и остался недоработан. Но для истории следует знать, что разработки в этом направлении велись. И есть неплохой ресурс сноска инфо, которым наверняка многие из вас пользуются и пользуются достаточно активно. Вот это то, что тут генератор, который наверное один из самых доступных для оформления не по международным стилям, а по нашим ГОСТам. Всего два блока вопросов. Выборка по фильтрам. Фактически мы здесь заполняем, выбираем фильтр, что нам нужно. И дальше вводим второй блок вопросов, вводим уже элементы записи, которые нам потом будут выдаваться. здесь можно оформлять и для списка источников и для ссылок, но вот я выбрала в первом случае вариант, что мне нужен, нужно оформление для списка источников, а список источников это в основном по ГОС-2003, например, для ВКР, что он мне выдает? Он мне выдает вот такой результат. То есть это фактически для при статейной библиографии еще подойдет, но опять же вот это точка тире тире может быть опущена, если говорить о ГОС-2008 просто остаются точки, и тогда это будет правильно, но это по 2008, это не 2003, понимаете, почему второй автор у нас вышел сюда. То есть вот это момент, хотя это для списка источников, для при статейной библиографии подойдет, но тогда в первом блоке не надо ставить выбирать добавлять тире, вот здесь я поставила да, тогда надо ставить нет. Но для списка ВКР дипломной работы этот результат не годится. То есть опять пошло смешение двух ГОСТов, а вот для ссылки вполне ничего себе даже получается. Да, и нормально указывает промежуток статей, страниц, откуда были взяты цитаты или на что мы ссылаемся, заимствования. И в принципе коррект, но вот единственное, что пробел между инициалами не ставится. Но опять же это зависит от того, как я введу инициалы здесь, вот ровно это он и выдаст в результате. А так в принципе нормально, корректно работающий инструмент. Но вот ссылки по 2008 ГОСТу с помощью этого ресурса можно вполне оформлять. Для 2003 вот смотрите, вот такие вещи здесь присутствуют, не совсем подходят и не работают для иностранных источников. Причем когда я увидела эту запись, меня это очень сильно порадовало. В кавычках, конечно. Для зарубежных научных изданий не существует четких единых требований для оформления ссылок и сносок. Ну почему же не существует? Они существуют, только они разные, потому что стилей оформления много и у каждого свои четкие единые требования для оформления ссылок и сносок. И дальше данная анкета составлена на основе собственных предпочтений и целей создателей проекта. Вот мне до сих пор интересует, кто создатели проекта сноска инфо. Никакой информации о разработчиках на самом сайте найти мне так и не удалось. Коллеги, если найдете или узнаете, поделитесь, пожалуйста. Дальше я уже, честно скажу, смотреть не стала. Вот это меня несколько насторожило. раз такая проблема существует с отечественными вроде бы немножко разобрались вот на данный момент. Это один из немногих ресурсов, который дает хотя бы корректное описание по оформлению ссылок по 2008 ГОСТу. А вот для международных стилей я не знаю, кто разработчики того проекта и какие у них собственные предпочтения по поводу зарубежных стилей, поэтому лучше не рисковать. Я вам предлагаю, даю вот здесь на слайде список тех генераторов и оформлителей международных стилей, которые мы рассматривали на вебинаре. Вот он, вебинар, запись я вам тоже ее оставляю, там мы подробно разбирали, как пользоваться этими генераторами, какие у них есть особенности, можно еще раз посмотреть. И вот полностью я выборку вам сделала по всем генераторам, которые в режиме онлайн, с помощью которых можно создавать ссылки и сноски и списки в соответствии с одним из международных стилей. Здесь есть все и Гарвард, и МЛА, и Чикаго, и кого-то здесь только нет. Ну и сами генераторы, они, как правило, работают не на одном стиле, а на нескольких. Ну самые популярные там есть. И по генераторам для индексации УДК и ББК я посмотрела, у нас был вебинар, где мы подробно разбирали, как пользоваться этими генераторами. На слайде эту ссылочку на этот вебинар я вам тоже даю. Посмотрите, пожалуйста, если будут какие-то вопросы по вот этой теме, по генераторам для самостоятельной индексации, пожалуйста, либо в группе, либо мне можно в личку написать, что-то осталось непонятным, кто-то, может быть, уже видел, кто-то нет, тогда на следующем вебинаре я просто уделю немножечко времени, а может быть, и отдельно мы сделаем программу, тогда мы разберем вот эти нюансы, эти вопросы. Итак, коллеги, мы с вами добрались до конца и в конце в качестве такого подведения итогов я вам такую табличку сравнения библиоменеджеров и генераторов по тем, которые мы рассматривали сегодня, я ее представляю. По нескольким позициям, с какими ГОСТами работают, ну и остальные критерии платности, возможности использования пользовательских стилей, можно ли добавлять свои, требуют ли доработки описания после использования генераторов, встроенных в эти менеджеры, насколько они интегрированы и насколько они хорошо взаимодействуют с Word, требуется ли установка или можно работать онлайн и требуется ли подключение интернета, ну и вопрос по интерфейсу и русификации. С отечественными, с русскоязычными источниками практически у всех библиоменеджеров есть проблемы и с поиском, и с оформлением, это надо просто учитывать, потому что отечественных библиоменеджеров, увы, кроме библиомастера, который можно сказать канул в лету и были еще шла речь о разработке программы программного обеспечения библиография, но тоже это осталось только в нескольких статьях, больше я его пока не видела, но видимо есть какие-то проблемы в том числе и финансового наверное характера, почему эти направления у нас пока не разбиваются. Ага, Евгения Юрьевна, да, заметила, заметила, вторая с вкралась нечаянно, спасибо, спасибо, что заметили, исправлю его в слайде. Ну что ж, коллеги, на этом мы с вами сегодня тогда нашу встречу завершаем такую небольшую экскурс, небольшой обзор по библиографическим менеджерам и генераторам ссылками я вас набдила в том числе и для оформления еще раз ссылок и описания по международным источникам такая большая головная боль наша. Ну и над разработкой наших отечественных генераторов все-таки наверное будем наверное все-таки стоит поработать наверное стоит этим заняться. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие мы с вами завершаем до новых встреч всем хорошего дня хорошей пятницы и отличных выходных я передаю слово Павлу Юрьевичу спасибо что вас здесь сегодня так много было спасибо за ваши вопросы давайте поблагодарим Татьяну за замечательный вебинар и я вас приглашаю на новую вебинарную неделю которая должна состояться начиная прямо с понедельника у нас полная вебинарная неделя 5 вебинаров будет на следующей неделе приходите будет интересно до новых встреч